Трагическая, правда, концовка. Но сейчас мы поймем еще почему. Ну, давайте мы как бы по законам жанра сначала восстановим фабулу этой истории. Она, в общем-то, более-менее проста, но с другой стороны содержит в себе целый ряд заковык. Во-первых, в этом фильме есть преамбула, которая является очень важной. Возможно, некоторые из вас ее как-то пропустили, потому что сейчас больше народу, чем когда я включал фильм. Давайте восстановим сначала эту самую преамбулу. Что там происходит в преамбуле? Нам показывают маленьких братьев Блюм, 10-13 лет. Они сменяют одну семью приемную за другой. Но не в этом, наверное, дело. Дело в том, что на определенном этапе Стивен придумывает аферу. Значит, Стивен придумывает аферу. В связи с чем он придумывает аферу? Что вдруг ему приходит в голову придумать аферу? Не помните? Познакомить с девочкой. То есть на самом деле там ситуация такая, что младший брат из кустов смотрит на девочку. Она поражает его воображение. Но подойти к ней он не может. И тогда Стивен придумывает аферу, в которой они и денег зарабатывают, и брат оказывается за ручку с этой девочкой. Кульминация этой аферы – это когда они держатся за руку и должны устремиться куда-то в пещеру. Это уже дальше не важно. Дальше это не столь важная история. Важно, чтобы кульминация достигнута. Ну, там с деньгами свои разборки и так далее. Кто доволен, кто недоволен. Там же проразглашается мото этого фильма, что хорошая афера – это афера, когда все стороны оказываются довольны. Это преамбула. И дальше, после этой преамбулы, собственно говоря, разворачивается последняя афера, правда? Последняя афера Стивена. То есть весь фильм нас переносит. Там было много разных афер, видимо, мы так догадываемся. Последняя, предпоследнюю аферу мы видим. После предпоследней аферы наш Блум, хотя на самом деле и то, и то другой здесь Блум. Но один почему-то Стивен, а другой все равно Блум. Так вот, Блум, он фрустирует, говорит, не хочу, не могу, надоели мне эти аферы, хочу настоящей жизни, говорит Блум. И его брат придумывает аферу, которая чем кончается? Ну, вроде бы, тем же самым, да? Он тоже держится за руку теперь уже с другой девочкой. Хотя там его девочка не привлекала вроде в этой афере, да? То есть пришлось показать сначала девочку, увлечь его этой девочке. И вот в конце он держится за руку с новой девушкой. И звучит тот же самый мотив, что лучшая афера – это афера, в которой каждый получил то, что хотел. Теперь нам остается только ответить на вопрос, а действительно эта афера удалась? То есть каждый получил, что хотел? Ну, например, Стивен. Он хотел себя как бы аннулировать? Так получается, что ли? Или Блум, он хотел оказаться за руку с этой девушкой? Или, ну, вроде да, хотел. Хотя она ему говорит, что? Ну, да теперь мы будем жить, проживем жизнь как такую хорошую историю. То есть предлагает ему что? Ну, сюжет определенный. Историю. То есть аферу. Нет? Нет? Ну, хорошо, может, я забежал немного вперед. Итак, теперь нам остается разобраться в деталях, если мы пока про фабулу только говорим, остается разобраться в деталях вот этой аферы, последней аферы Стивена. Афера состоит в том, что он находит богатую девушку. Эту богатую девушку они раскручивают на определенную историю, игру контрабандистов или что-то в этом роде, которые должны из пражского музея стащить некую инкунаблу и продать ее в Мексике за большие деньги, за полтора миллиона, по-моему. Да? Они вовлекают в эту историю, значит, эту девушку. Где должна закончиться афера? В Праге или в Мексике? Вроде афера должна закончиться в Мексике. Но на самом деле они уже в Праге получают миллион, ну, как бы просто так, да? В общем, уже раскрутили. Дальше они едут в Мексику, где должно что произойти на самом деле? Что? Подстава должна произойти какая-то, да? То есть, наверное, нам не рассказывают до конца этот план в Мексике, но по-видимому должно произойти следующее. Например, Стивен идет к мексиканцам с книжкой, мексиканца его хватают, книжку забирают вместе со Стивеном, Стивен окровавленный кричит «Спасите меня, сколько это стоит?» Полтора миллиона, Пенелопа проплачивает, Стивена возвращают полживого там или что-то в этом роде, да? В общем, короче говоря, еще на полтора миллиона крутанули Пенелопу. Но на самом деле там происходит другая история, да? Стивен играет несколько иную роль. Там Блум приходит к Пенелопе, рассказывает, что все это на самом деле выдуманная история. Это часть аферы или нет? Вот то, что Блум рассказывает Пенелопе, что все это выдумки, все это, в общем, я не хочу в это играть и так далее. Это афера или не афера? Если это не афера, то тогда странная концовка оказывается этой всей истории, правда же? Потому что на самом деле его брат там оказывается, значит, с этим самым. Причем это афера, которая показывается на самом деле, разочарованной или не разочарованной Пенелопе. И если мы говорим, что все это была последняя афера Стивена, то тогда понятно, что и этот кусочек, он был продуман как афера, он является частью этой аферы. То есть там на самом деле Блум играет определенную роль. Он не просто рассказывает Пенелопе, а он на самом деле Пенелопу еще больше, тогда получается, завлекает, так? Правда непонятно для чего. Потому что в Петербурге-то происходит все то же самое, что должно было произойти и в Мексике, правда же? Только с разницей, что в Петербурге как-то все пожестче, да, и мексиканцы, наверное, Стивена бы отпустили, а в России вот не совсем так. Ну, в общем, в этом странность. Странности есть еще несколько. Ну, например, странность с книжкой, правда же? То есть Пенелопу уже, в общем-то, раскрутили на миллион, правда же? Планировал ли Стивен, что Пенелопа зайдет в музей и выкрадет книжку? Причем она крадет эту книжку, ну, как-то очень странно, да? То есть совсем странная история, как она крадется, то есть все, потом ее просто выпускают. Вот это все запланировал Стивен, то есть он так и предполагал, что все так будет, нет? То есть это не афера уже, да? То есть вот здесь возникают как бы странности чисто на уровне фабулы, да? Потому что мы не очень понимаем, где, собственно говоря, конец аферы Стивена, а где нет. То есть это развивающаяся афера, может быть, или Пенелопа привносит в эту аферу свой креативчик какой-то, да? Но и тогда это совместная афера, но тогда это не афера Стивена. В общем, здесь возникает целый ряд таких вот на уровне фабулы, возникает целый ряд вопросов. Но, несмотря на эти вопросы, мы, в общем, более-менее историю как бы держим сейчас, да? То есть вот история более-менее понятна. В конце которой, значит, гибнет Стивен, а Блум остается с Пенелопой. Вместе с тем, очевидно совершенно, что этот фильм имеет и другой план. План, который мы назовем «литературным» в кавычках. Литературные произведения цитируются здесь, ну, для такого фильма слишком часто, правда же? Ну, во-первых, само название «Братья Блум», которое относит нам... Не все, наверное, получили подсказки, да, но, наверное, и без подсказок ясно, что речь идет о романе «Улисс» Джеймса Джойса, да, где главный герой — это Блум. Там есть и Стивен, да, а сам роман «Улисс» является чем? Является переложением «Одиссеи». И давайте сейчас мы сопоставим всех этих героев. «Одиссеи» в «Улиссе» — это Блум, Леопольд Блум. Стивен, Стивен Дедалл, так его зовут в «Улиссе», это аналог Телемака. Телемак — это сын «Одиссея», который отправляется на поиски отца. А Пенелопа — это Пенелопа, в «Одиссеи» есть Пенелопа, и в романе «Улисс» есть Пенелопа, там ее фамилия Рич, а здесь ее фамилия Стамп или Стэмп, да, но это нечто, что тоже, в общем, связано ассоциативно с деньгами, и в каком-то смысле можно сказать «Пенелопа богатая», так можно было бы перевести ее фамилию, да. Значит, то, что под текстом этого произведения является «Улисс» и «Одиссея», это как бы очевидно. Но в «Улисе» Стивен — это на самом деле прообраз самого Джойса, то есть автора. И тогда получается, что Телемак, который пошел искать «Одиссея», он является кем? Он является автором, а «Одиссей», который является вроде бы его отцом, является героем. А на самом деле в той литературе, которую мы знаем прекрасно, отцом является как раз автор, а сыном является герой. А здесь у нас не сын и не отец, а кто? Братья Блум, они названы братьями. Что наводит нас, естественно, на определенные мысли, теперь уже в режиме рассуждения об авторе и герое. То есть тогда получается, что у нас здесь есть автор, это Стивен, но он действительно автор. Он же автор, правда же? Он сочиняет аферы, как русские писатели, я цитирую сценарий. В прошлых веках сочиняли романы с тематическими отступлениями, элементами символизма и прочей фигней. И мне он отводит роль ранимого героя или антигероя, там два варианта прочтения есть. То есть, собственно говоря, сам фильм озвучивает то, что Блум — это герой, а Стивен — это автор. Теперь вы помните, что это началось, вот эти все аллюзии литературные, они начинаются с преамбулы, там даже какая-то прачечная называется «О Генри», если вы заметили. И упоминаются романы Киплинга и так далее. Но наиболее такой мощный, дополнительный пласт литературный возникает в связи с путешествием на корабле. Как называется корабль? Фидель. А как зовут этого самого парня-бельгийца? Мелвилл, правда же? Ну, мы знаем писателя Германа Мелвилла, автора Моби Дика. Моби Дика — это роман, который все вы прекрасно знаете. А «Корабль Фидель» фигурирует в другом романе Германа Мелвилла, который называется «Confidence Man». Не знаю, как перевести лучше «Confidence Man». На русском почему-то его нет, этого романа. Но этот роман, то есть этот «Confidence Man» можно понять как вживающийся в доверие человек. Наверное, так. Или обманщик. Но обманщик, в смысле, который вживается в доверие. Я озвучу фабулу этого романа Мелвилла. Кстати, название корабля «Фидель» — это «Верный», что является однокоренным с этим «Confidence Man». А сюжет этого романа такой. Вот этот самый втирающийся в доверие человек отправляется в путешествие вместе с большой компанией людей. И каждый из пассажиров этого лайнера «Верный» олицетворяет собой некого литературного автора того периода, который творил Мелвилл. И Мелвилл за счет вот этого героя «Confidence Man» он, по сути дела, обманывает каждого из, если хотите, авторов, вводит их на чистую воду. И, по сути дела, является сатирой Мелвилла на круг литературы, который ему известен. То есть получается, что весь этот корабль, корабль «Фидель» — это не что иное, как выведение на чистую воду авторов, самых разных авторов. Ну, у нас здесь есть серьезные упоминания о Достоевском, чуть ли не через эпизод, правда же? Ну и дело происходит в России, правда же? И если мы говорим о том, что Стивен — это автор, а он у кого учился? Бриллиантового пса. А кто ж тогда этот бриллиантовый пес? Ну, это тогда автор русской литературы. Толстой, Достоевский. Вот такие авторы. А вспомните сцену, где этот бриллиантовый пес беседует с Блумом. Блум, ну, как бы пальцем пошевелить не может, потому что у этих авторов не забалуешь. То есть если у этих авторов герой оказывается в такой ситуации, что он, собственно, не будет фрустрировать. Вот, мне надоело быть героем, хочу настоящей жизни. Там, в таких романах, там все по-жесткому. Ну, если, конечно, не читать Бахтина, да, то есть предположим, что наши авторы фильма Бахтина не читали, да, поэтику Достоевского, где Достоевский дает, наоборот, своим героям полную свободу, и с ними беседует как один на один, автор с героем, они оказываются партнерами и так далее у Достоевского по Бахтину. Здесь, ну, может, это не Достоевский, не знаю, может, другой какой-нибудь автор, например, Салтыков-Щедрин, да, вот этот одноглазый, значит, этот бык. Я оговорился не случайно, я называл его сейчас быком, правда же? Потому что, на самом деле, в романе «Улисс» есть антипод, есть тот, кто является, как бы, соперником Стивена. Его зовут «Бык Милиган» в «Улисе», если кто-то помнит этот роман. А здесь, когда наш герой попадает, Блум попадает в Петербург, то Стивен говорит о том, что он должен пройти что? Лабиринт Минотавра. Минотавр — это человек с бычьей головой, да. Но там есть еще целый ряд нюансов мифологических. Дело в том, что родившая, не помню, как ее зовут, родившая Минотавра с головой быка, вот эта женщина, ей ложе, на котором она совокуплялась с быком, сделал Дедал. Дедал — это Стивен Дедал, то есть это автор. А лабиринт — это тоже сделал Стивен Дедал. Ну, в смысле, не Стивен, а Дедал. У Джойса Стивен Дедал — это, на самом деле, сочетание двух… Ну, Стивен как святой, а Дедал как творец, и тогда получается, что это святой творец. Ну, это уже как бы совсем тонкие детали, в них можно не погружаться. Но вот это путешествие на корабле, по сути дела, да, если мы не заметили сразу улиссовский подтекст и не обозначили автора и героя в этом фильме сразу же после того, как прочли название фильма «Братья Блум», то после путешествия на корабле это уже становится очевидным, что здесь речь идет о вот этом отношении автора и героя, да, отношении автора и героя в разных типах, на самом деле, получается, в разных типах литературы. Но в этом фильме вот этот литературный, что ли, подтекст, он является не просто литературой, о чем нам, собственно говоря, говорит преамбула. Давайте теперь посмотрим на то же самое соотношение, соотношение автор-герой по-другому, психологически. Вернемся к преамбуле. Итак, Стивен создает аферу для того, чтобы Блум встретился с девушкой. Но я же могу это осмыслить следующим образом. На самом деле здесь один Блум, не два Блума, а один. И тогда речь идет о чем? О том, что я, как человек, не способный соприкоснуться с реальностью, должен на самом деле выдумать в себе автора, который придумает аферу, с помощью которой я соприкоснусь с реальностью. Это и есть Стивен во мне. Это и есть Стивен во мне. Это не Стивен отдельный, а Стивен во мне. Во мне сидит Стивен, который на самом деле продуцирует аферу за аферой, и вся моя жизнь превращается в разыгрывание роли, которую я сам себе написал. И тогда я оказываюсь Блумом. А этот Блум во мне, он бунтует, он говорит, я не хочу этой искусственной жизни, я не хочу жить по-писанному, я хочу настоящей жизни, но избавиться от этого своего Стивена в себе я никак не могу. И тогда я изобретаю последнюю аферу. Это последняя афера и есть избавление от Стивена во мне. Избавляясь от Стивена, который является наследником, естественно, авторов русской литературы, как нам уже сказали, избавляясь от него, я вроде бы соприкасаюсь с реальностью. Но теперь нам же осталось прояснить роль Пенелопы. Пенелопа-то кто такая? Мы пока с Пенелопой совсем не разобрались. Итак, с братьями Блум мы разобрались. То есть есть два аспекта, с помощью, ну, два прожектора, как бы высвещающих эту тему. Один литературный, а другой психологический. И они вместе создают, собственно говоря, интригу всей сюжетной конвы. А Пенелопа-это довольно сложная фигура. Давайте с ней разберемся, кто она такая. Ну, нам показываются ее различные хобби, довольно странные. Сейчас я прочту одну из важных фраз. Там замечательная, у меня еще подчеркнутая фраза. Мне 35 лет. Это Чехов, на самом деле. Он цитирует Чехова. Мне 35 лет. Это говорит Блум. Я проживаю не свою жизнь, я играю роли, которые сочиняешь ты для меня. Пенелопе-33, но это не важно. Я не из тех, кто планирует, она там говорит. Я просто делаю. Например, взгляните на этот арбуз. Это камера-обскура. То есть она все превращает, помните, одно из ее хобби, это все превращать в фотоаппарат. Что такое фотоаппарат? Это отражение реальности, правда? Этим раскрывается как бы ее структура. Структура того, что из себя представляет Пенелопа. Но настоящим обнажением роли Пенелопа является другая сцена. Сцена, где она рассказывает о своем детстве. Помните, с аллергией и так далее. И что она там говорит? Она там говорит следующее. По поводу этих фотографий, она говорит, получится не репродукция, а правдивое повествование. А там она говорит следующее, что я проводила так свою жизнь, никуда меня не выпускали, я жила как бы под колпаком, в башне слоновой кости и так далее. А потом заболела ее мама, ей пришлось ухаживать за мамой. И это было чудовищно и непереносимо. И что она сделала? Она выдумала сказку, как будто бы это существо, за которым нужно ухаживать и так далее. И поверила в нее. Она поверила в эту сказку. И это стало былью. То есть на самом деле получается, что Пенелопа — это просто другой тип отношения к реальности. Это отношение к реальности тоже человека, который с ней не может соприкоснуться, так же, как и наш двойной Блум. Это тот, кто с реальностью соприкоснуться не может. Он с ней соприкасается только через литературу, то есть только через воспроизводство в себе автора, который манипулирует героем, которым я же сам и являюсь, я являюсь то автором, то героем. А Пенелопа представляет из себя другой тип взаимоотношений с реальностью, где я диктую реальности то, чем она должна быть. И реальность прогибается. В этом смысле Стивен вполне мог это предвидеть. То есть поскольку Пенелопа является фактором, прогибающим реальность, то понятно, что она любую книжку откуда угодно вытащит. То есть самое безумное может произойти. Почему? Потому что она как раз и является вот этим прогибающим реальность автором. То есть это автор другого типа. Но, как я уже сказал, трагичность этого фильма, она же состоит в чем? То есть Пенелопе тоже нужен Блюм, оказывается. Ну казалось бы, уже все, она может прогнуть под себе реальность. Нет, вот ей понадобился Блум. Она говорит, ну все, будем жить теперь, будем жить по сказочке. И Блум, мы не видим его лица, к сожалению, но я догадываюсь, он протягивает ей руку, как Стивену. И в этом смысле Блум, то есть то, что в нас является вот этим самым героем, которому диктует либо автор а-ля Стивен, учившийся у Достоевского и Толстого, или автор а-ля Пенелопа, которая на самом деле училась, возможно, у кого-то другого, надо выяснить у кого, не знаю пока. Так или иначе, мы оказываемся, мы как Блум, как то, что в нас является, собственно говоря, нашим вот этим вот не соприкасающимся и хотящим соприкоснуться с реальностью я, оно оказывается заложником того или иного типа авторства. Ну вот, кажется, я все и рассказал, да, то есть вот, собственно говоря, о чем фильм, да, а не просто, как, может быть, вы подумали про приключения и так далее. То есть на самом деле вот такая серьезная совершенно, и поэтому я совершенно не понимаю критиков, которые, наверное, не видят просто этого, потому что иначе они бы сбежались сюда разбирать этот фильм, правда же? Столько аллюзий, столько всего тут и так, и сяк, и эдак, и обкосяк, а они отлыдевают от такого кино, потому что на самом деле оно сделано таким образом, что вроде бы можно это не заметить. Не заметить это можно, но это на самом деле очень трудно не заметить. Только если не обращать внимание на Блум, не Блум, не интересует Мейлвилл, не Мейлвилл, ну и вообще все литературные аллюзии к чертовой матери, да, то есть закрыть на них глаза, совершенно не обращать внимания на это, не обращать внимания на преамбулу. Там, кстати, в самой преамбуле есть еще один замечательный ход, который, собственно говоря, подчеркивает то, что вот этот Стивен и Блум, это на самом деле одно. Помните, они попадают в город, где всего один, даже кошка на одной ножке, да, и с костылем, а их двое, ну в этом смысле их двойственность, она просто показана как вот это раздвоение по отношению к миру, который вообще, так говоря, выглядит как один. Мир-то один, а я два, да, то есть меня-то два, потому что во мне есть этот самый Стивен, а есть Блум. Ну и я говорю, что если останется время, то можно поговорить по поводу того, почему Блум еврей, это отдельная тема, интересная, по поводу этого написано немало статей, почему Блум еврей у Джойса. Джойс, как вы знаете, ирландский писатель. В Ирландии евреев нет. Ну как нет, наверняка где-то есть, но не в таком количестве, то есть их нет, как бы их нет. И тем не менее его главный герой оказывается евреем. Вот этот Блум в Улисе, это еврей. Я не говорю про Одиссея, про Одиссея никто не подозревает его, да, в еврействе, но, значит, Блум оказывается евреем. Ну и, на самом деле, ответ, он более-менее лежит на поверхности. Набоков, например, пишет по поводу того, что, на самом деле, Джойс чувствовал себя вечным жидом в этой самой Ирландии, потому что он был белой вороной, и в этом смысле тогда еврей — это тот, кто отличается просто от других, да, то это еврей, как человек с другого берега. И вот это «человек с другого берега» — это, на самом деле, очень созвучно этому фильму. То есть Блум — это тот, который находится на другом берегу по отношению к реальности. И его соприкосновение с реальностью в этом смысле отягощено. То есть соприкоснуться с реальностью ему непросто. И вот два типа взаимодействия. Можно было бы, уже не разбирая фильм, а просто спекулируя по поводу этого фильма, можно было бы условно свести, на самом деле, к модели взаимоотношения, предположим, греческого и иудиохристианского, где Пенелопа у нас окажется иудиохристианским, а Стивен, наследник русской литературы, окажется греческим таким вот вектором или способом соприкосновения с миром. Но это уже будет, естественно, спекуляция по поводу, а не, собственно, разбор фильма. А про фильм, как бы, если иметь в виду его прочтение, то, по-моему, я все рассказал. — Казалось, что плохо заканчивается. Я не понимаю, почему? — Ну, если, в принципе, можно, конечно, считать, что здесь, в общем-то, он остается открытым. Я немножко слукавил, да, что он заканчивается трагически, но, с другой стороны, не до конца слукавил, потому что конец остается открытым. Первый вариант сказать, что вот тот тип взаимодействия с реальностью, которая олицетворяет собой Пенелопа, это то, о чем каждый из нас мечтает. Это оно и есть. В этом смысле тогда должно было бы случиться растворение Блума. Блума просто не нужно, потому что Пенелопа, она сама по себе прогибает реальность. То есть, что она захочет, то и как бы получается. Потому что она воспринимает вот какую-то сказочность, и реальность становится этой сказкой. Это определенного рода подход к жизни, нормальный. Но в этом смысле Блум-то там не нужен. А если он нужен, то он нужен как кто? Ну, опять же, как игрушка какая-то. То есть, с Блумом-то ничего не изменилось тогда. И в этом смысле это оказывается трагическим. А если Блум только и мечтает о том, чтобы стать игрушкой, но такой, которая бы не задумывалась о том, что он живет в литературе, в сказке. Она же ему говорит, что мы проживем нашу жизнь как прекрасную сказку. Ну и как бы если он будет считать, что это и есть настоящая жизнь, то нормально, у него фрустрации не будет. Собственно говоря, если бы Стивен ему каждый раз не обнажал свои планы и свою аферистическую, что ли, сущность, то, может быть, он и не фрустрировал бы Блум. Он бы воспринимал все как по-настоящему. А тут вот по-настоящему все происходит. Его же беда Блума в чем? Он говорит, что я не хочу, ну я могу найти, но не важно, вы помните, наверное, да? Он говорит, что я не хочу жить, я не хочу играть роль. Я хочу жить на самом деле. Он же убил автора, убил автора и стал настоящим, как бы, нет? Вот я не уверен, он убил одного автора и обрел другого, я поэтому и говорю. Какого другого? Пенелопу. Пенелопа же, она не лишена этих режиссерских способностей, скажем так. Она прогибает реальность и как бы она его заполучает, он уже реальный. Вот я и говорю, она его заполучает. В этом смысле его как бы… Ну она же реальная и он уже реальный. Ну может быть, да. Может быть, это мужской и женский взгляд на вещи, да. Вы правы. Так оно всегда и бывает, да. То есть объединение мужчины и женщины можно воспринимать трагически, а можно, наоборот, очень радостно. В этом смысле мужской и женский взгляд. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, почему ни одна семья не может с одним двуликим блумом совладать? И что здесь тогда в этом взгляде вашем являются вот эти семьи, которые появляются и не справляются с блумами? Семьи в данном случае это, ну, среда обитания. Да, то есть на самом деле ведь можно себе представить человека, который, вообще-то говоря, не имеет таких проблем. Не имеет проблем конфликта с реальностью. Не имеет проблем подойти к девушке. Не имеет проблем взаимоотношений с кем угодно. Семья в этом смысле, она и является символом среды обитания. И вот эти братья, ну, в этой среде, они оказываются торчащими, да, то есть они, то есть не они, а он, вот такой тип человека, да, он оказывается, ну, изгоняем отовсюду, собственно говоря, изгой. Вот его изгойность, смешно получилось, да, еврейский образ блума с его изгойностью, да, он как раз символизируется вот тем, что он не может ужиться ни в одной семье. То есть это... А семья Пенелопы тогда, ее изолирует от мира совсем полностью. То есть здесь какая-то игра еще семьи и этих авторов... Ну, безусловно, потому что Пенелопа, она тоже ведь является такого же типа, то есть ее же нашли недаром, ее Стивен нашел, она же необычная, она необычайная. Необычайная почему? Потому что ее взаимоотношения с реальностью, оно тоже отягощено. То есть там была семья, но там были другие проблемы, да, то есть у нее была аллергия, она не могла, наоборот, выйти. Эти не могли войти в семью, а она не могла выйти из семьи, она вообще не могла выйти наружу. И в этом смысле, возможно, она и породила вот такой другой тип взаимоотношения с реальностью. Спасибо. А вы не спрашиваете про прекрасную Биг Бэнк, почему-то никто не спрашивает. Да, вот о Пиф Паф. Пиф Паф, да, никто не спросил про нее, забыли про нее. Ну, на самом деле нет параллели вот этой фигуре, например, в Улиссе или в Одиссеи. Но это изобретение авторов этого фильма. Я думаю, что это, на самом деле, пиротехника литературного автора. Таким образом показано. Она обеспечивает эту пиротехнику. То есть, на самом деле, сюжет не двигается, если нет каких-нибудь взрывов, условно. Она это обеспечивает. Поэтому она в конечном счете, она как бы улетучивается. И поэтому довольно странно их равнодушие, да. Он говорит, ну что, она чисто ушла. Потому что у нас уже на грани того, что автор сейчас уйдет, да. Что авторство потеряется. Тогда уже и не нужен этот Пиф Паф. То есть, Пиф Паф — это двигатель сюжетов русской литературы. Ну, так получается, да. Я что-то вас обескуражил, что ли. Все стало понятно. Ну, замечательно. Значит, это катарсис, когда все становится понятно. Не получается ли так, что в конце, когда девушка берет юношу за руку и говорит, мы напишем свою сказку, она ему предлагает как бы соавторство. Если в одной истории он был участником с точки зрения героя, то есть про него писали историю, то во втором случае… Можно, можно, конечно. Это и есть оптимистический конец. Да, да, да. И получается так, что для девушки, когда она писала свою историю сама для себя, ей было очень дискомфортно, потому что… Ей не хватало соавтора. Ну, она как бы была, я придумал метафору, играющий тренер. Играющий тренер без игроков. Да, да, да. Но при этом она… Вы видите, какая скользкая получается все равно фигура. Да, да, да. То есть каждый раз, когда мы скажем, что все нормально, она играющий тренер без игроков, а тут появился игрок, которого она тоже назначит, конечно, играющим тренером. Но кто будет на самом деле тренером, у меня, например, сомнений не остается после этой концовки. Вот, а еще я хотел заметить, что мне кажется, что вообще вся история – это одна общая афера. И получается так, что когда Стивен… Ну, мы слышим там, что он говорит, самое главное – не влюбись в нее. То есть получается, что они уже много таких афер провернули, и Стивен, грубо говоря, методом перебора выбрал именно эту девушку. Ну, как мне кажется. Поэтому, ну, вот здесь такое… Ну, я думаю, что вот это «не влюбись в нее» – это провокативно. Да, 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 провокативно. Но, тем не менее, получается, что у них уже было много таких историй, начиная с самой первой истории. И как бы Стивен в конце получил… Ну, это возвращаясь к такой фабуле. Получается, Стивен в конце получил то, что он хотел. Да, да, да. Он получил великолепную аферу, к которой он стремился всю жизнь с самой первой. Ну, да. Ну, он же говорит в конце очень важную фразу, да? Он говорит, что вообще-то, говорят, ты мой самый главный зритель. Помните? В этом смысле, как бы получается, что это автор, который… Вот это тип автора, да? Этот автор, который влюблен в своих героев, он пишет вовсе не для каких-то читателей. Он пишет для героев. Он как бы влюблен в своего героя. Но понимаешь, что ему нужно его освободить. Но в этом смысле это вот их братство, оно в этом и состоит. То есть их братство – это их единство. И убивая в себе как бы автора, то есть совершая некую головокружительную аферу для того, чтобы в себе убить режиссера собственной жизни и прекратить, наконец, играть роли, «Ну вот я иду на такой этот самый, этот режиссер во мне погибает красиво». Вроде бы. Но тут приходит играющий тренер. Его место пусто, не бывает так получается. Ну поэтому, я же говорю, можно прочесть действительно концовку и наоборот, очень благостно. И все, что они будут нормально сейчас вместе, что-нибудь такое, сказку какую-нибудь сварганят. Он наконец станет автором «Блум». Все, спасибо. До свидания.